Приветствую всех зрителей у себя на канале. Перед вами мой настольный лабораторный источник питания Cygland SPD3303XE, только под редакцией компании RS Pro. В каталоге RS он называется RS PD3303XE. Он у меня уже около двух с половиной лет, и за весь этот период я его ни разу не обслужил. И сегодня я его вскрою, посмотрим мы, что там изменилось за эти два с половиной года, и проведем ТО. Значит, вообще в целом, кстати, про этот источник питания я делал большой обзор, то есть обзор в целом внутренностей, ссылку найдете в описании, может кому-то интересно. Вообще, свое лабораторное оборудование я стараюсь обслужить хотя бы раз в год, но бывает, что там раз в пару лет. Вскрываю там, изучаю, если есть какие-то сомнительные компоненты, меняю там, продувка, проверка в целом характеристик. А так там, калибровка, проверка точности, соответствие и прочее, это более часто проводится. А внутренний осмотр, это уже более редкий процесс. Это речь именно про лабораторное оборудование, а про там подручные инструменты, допустим, ушемка, дрелька, шуруповерт и так далее. То более часто провожу ТО, там вскрываю, сдуваю пыль, если есть необходимость, меняю щетки, смазка и так далее. Это, ребята, гарантия того, что ваши инструменты прослужат очень долго, потому что мелкая неисправность может уже привести к большой поломке. Если эту неисправность вовремя ликвидировать, то таких проблем не возникнет. В целом, про этот источник питания. Данный обзор ни в коем случае не рекламный, это мой, повторюсь, подручный инструмент. И если вы попытаетесь посмотреть цену на него, то в зависимости от вашего местоположения, в зависимости от того, где покупать, он вам обойдется от 400 до 600 долларов. Про цену я не буду говорить, ребята. Да, это дорого, это конские деньги. За эти деньги вы можете лабораторный блок питания китайский купить, допустим, который будет в 10 раз мощнее. Это все мы пропустим. Люди, думаю, те, кто понимают в этом вопросе, знают, допустим, зачем за флюк люди дают тысячу баксов и не жалеют после. Ну, в общем, профессиональное хорошее оборудование всегда стоит денег, ребята. И я считаю, что данный источник питания стоит своих денег, ибо он имеет неоспоримые плюсы по сравнению с дешевыми, теми же дешевыми китайскими блоками питания. По поводу стоимости попрошу просто воздержаться и в комментариях обсудить что-то другое. Значит, по поводу самого функционала данного блока питания. Он полностью линейный, то есть трансформаторный, малошумящий, высокоточный источник питания, при том он трехканальный. Здесь три независимых канала. Два канала являются полностью регулируемые, обеспечивают на выходе постоянное напряжение от 0 до 32 вольт при токе от 0 до 3,2 ампер. Это первые два канала. Третий канал у нас нерегулируемый, то есть он выдает фиксированное значение напряжения 2,5-3,3-5 вольт. Переключается с помощью вот этого переключателя. Здесь имеется ограничение тока 3,2 ампера, то есть этот канал максимум может выдать 15 ватт. Блок питания очень увесистый, он собран очень качественно, весит, кстати, 8 килограмм. Управление здесь полностью цифровое, имеется соответствующий энкодер. Здесь имеется блок питания, может строить графики тока напряжения, может работать по таймингу, то есть выдавать определенный ток, определенное напряжение в зависимости от выбранного времени. То есть его можно запрограммировать, он программируемый, я не знаю, указал или нет, подключается к компьютеру, устанавливается программное обеспечение и прочее. Значит, есть помимо всего у нас возможность, ну естественно, включить-отключить выход каждого канала, либо все сразу. Имеется возможность блокировки клавиатуры, имеется возможность параллельного последовательного соединения каналов. То есть мы здесь можем фактически получить удвоенное выходное напряжение под 60 В и более с помощью последовательной опции последовательного соединения канала. Также имеем возможность параллельно включить каналы, что позволит получить удвоенный ток до 6,4 А при напряжении от 0 до 3,2 В. То есть для 95% моих лабораторных задач этого источника хватит. Если что-то силовое требуется сделать, то у меня есть на этот, поэтому именно для этих целей имеется силовой источник питания с током в 70 А. Если что-то более силовое нужно, то опять же у меня имеются более силовые источники питания вплоть до 180 А тока. А если дальше, то уже аккумуляторы. Но очень-очень редко, в моей практике, там раза 2-3 бывало, что была необходимость именно в очень-очень силовом низковольтном источнике питания для проверки мощных инверторов 12-220 В. Так, что еще у этого блока питания имеется? Здесь у него красочный большой дисплей, значит, на котором отображаются все основные характеристики. Это, в частности, выставленное выходное напряжение, выставленный выходной ток для каждого канала. Здесь предполагаемая выходная мощность, расчетная. А здесь значения по факту, то есть фактические значения, которые мы получаем на выходе. Это напряжение, ток, мощность, состояние таймера включено-выключено, состояние канала включен-выключен, канал первый, канал второй. Второй режим работы CV либо CC. Имеется также индикация соответствующих режимов. Горит это светодиод двухцветный, светится зеленым, если стабилизация напряжения, светится красным, если стабилизация тока. То же самое в случае второго канала. Он предельно удобный, я к нему привык. Особенно для каких-то исследований он очень удобен. Этот канал можно использовать для формирования опорных источников. Здесь два канала. Я недавно отлаживал плату индукционного нагревателя. Здесь мне потребовались все три канала. И это очень удобно иметь трехканальный. И в случае мощных усилителей его можно использовать. То есть без особых проблем из него можно сделать двухполярный источник питания. То есть все классно. Так, ну это я немножко отвлекся. Решил похвастаться. Давайте теперь мы его вскроем. Блин, я-то думал, что сейчас вскрою, обнаружат здесь хоть какой-то вздушный конденсатор, заменю и будет хоть какой-то контент. Ну, блин, здесь все на первый взгляд в идеальном состоянии. Даже... Нет, пылюка есть. Пыль, конечно же, нужно продуть, либо пропылесосить. Так, это у нас, значит, пара каналов. Два канала. Непосредственно перед ним вот это радиаторы силовых транзисторов. Как уже сказалось, источник питания полностью линейный. Вот здоровенный вот такой тороидальный трансформатор. Абсолютно он безумно работает. Здесь два канала. И на радиаторе вот этого канала имеется у нас еще и транзистор третьего нашего нерегулируемого, скажем так, канала. Все это хорошо обдувается. Да, тут есть пылюка. Я замечу, что этот блок питания буквально работает часами напролет. То есть он либо что-то там заряжает, либо для непосредственно лабораторных работ применяется. То есть большая часть рабочего дня он включен, ребята. Выключаю очень редко, когда снимаю видеоролики какие-то. Потому что у меня много всякого разного оборудования. Много чего нужно испытать. И этот источник питания, так сказать, основная рабочая лошадка. Так, значит, да, есть большое количество пыли. Но это неудивительно. Здесь много воздухозаборных отверстий. Как в прошлый раз я заметил во время прошлого обзора, качество сборки на очень-очень высоком уровне. Потому что здесь металл применяли действительно очень толстый. Здесь имеются специальные вставочки. То есть для того, чтобы прикрутить верхнюю крышку, здесь не просто прорезанная резьба, а запрессована гайка. И вкручивается уже непосредственно в гайку. Несмотря на достаточно большую толщину корпуса. Так. Провода тоже имеют дополнительную изоляцию. Особенно здесь вот сетевые высоковольтные провода. Они дополнительно вот такая трубка изоляционная, несмотря на хорошую изоляцию основных проводов. Это вот все, что находится спереди. Это его цифровая часть. Это то есть управление... Блин, здесь даже паутина что ли? Нет, это просто какие-то волосинки. Какие-то волосинки. Здесь по входной части у нас имеются конденсаторы соответствующие. Имеется вот такая кнопочка. Это, в общем-то, отдельная плата. Здесь куча всевозможных предохранителей, включая предохранители самовосстанавливающиеся. Естественно, этот блок питания в зависимости от режима работы нагревается. Но он имеет высокий КПД за счет релейной коммутации, обмоток трансформатора. То есть, чем меньше выставленное напряжение, тем меньше напряжение подается на вход вот этой платы. Обеспечивается эта коммутация обмоток на трансформаторе. У него, по-моему, идет в два раза где-то на 7,8 вольтах. На 16, нет, 3, по-моему, раза. Переключается реле во всем диапазоне питающих напряжения от 0 до 32 вольт. Так, тем самым, естественно, на силовой вот этот каскад идет меньше напряжения и меньше потерь в итоге на транзисторе. И меньше нагрела. Также каждый, каждый, значит, радиатор в целом имеет свой термодатчик. Вот здесь он, вот видите, да, это белое. Здесь вот он закреплен. Вот это, собственно, парочка транзисторов. Один для основного регулируемого канала, второй для нерегулируемого канала. На нерегулируемом канале также ток составляет 3,2 А. Значит, так, нет, здесь все тоже нормально. И вот это диодный мостик. То же самое имеется и для другого канала. То есть, эти каналы полностью развязаны друг от друга. Мы можем их включать как последовательно, так и параллельно, так и, в принципе, среднюю точку получить, если, допустим, есть необходимость в питании двухполярных каких-то схем. Конденсаторы я вот на ощупь стараюсь судить. Эти конденсаторы изначально, они вот лейла какая-то безымянная. В общем, производитель ни о чем не говорит. И я изначально сомневался, что они могут быть какие-то некачественные. Но на самом деле, как видим, что не вздулись за это время. Еще бы хорошо посмотреть, какая емкость у них там. Потому что непосредственно от емкости этих конденсаторов многое зависит. Но здесь все заклеено герметиком. Скрывать я не хочу. Лучше на осциллографе проверю пульсации. Если что-то криминальное замечу, лишь в этом случае именно буду грешить на конденсаторы в первую очередь. В общем, ребята, шок-контента не будет, потому что это Сайгланд. А Сайгланд один из лидирующих производителей измерительного оборудования на рынке. Здесь все как новое, нужно только продуть пыль. Хотя этого можно не делать, учитывая, что это не металлическая пыль. И здесь никакой опасности нет. Значит, блок питания снабжен, имеет защитой по выходу. Непосредственно вот здесь такой диодик установлен на каждом выходе. И они защитят источник. Если вы, допустим, аккумулятор неправильно подключили, поставили на зарядку. Либо какую-то индуктивную нагрузку подключили. При отключении имеются там выбросы обратные. Эти вот штуки не дадут, чтобы напряжение попало на цифровую схему. Ну, в целом на схему источника питания. И защитят блок питания. Я делал в том, что пару раз неправильно подключал аккумуляторы. Ничего не сгорело. Думал, что эти диодики пострадали. Но проверил все нормально, в принципе, с ними. Никаких вздувшихся конденсаторов, даже мелких конденсаторов, я здесь не обнаружил. Что не может не радовать. По поводу того, как устроен данный источник питания. В целом, из каких узлов он состоит. Я это уже показывал в первом именно видеоролике, где я показывал внутренности. Ну, здесь несколько плат. Это вот эта основная силовая плата с линейным стабилизатором. С выпрямителями. С несколькими релюхами. Здесь, кстати, помимо реле на этой панели, эти реле, то, что здесь, у нас отвечают за параллельное, последовательное, комбинированное включение источника питания, каналов вернее, а также за включение, отключение выхода непосредственно. А то, что здесь находится, это у нас релюхи, которые отвечают за коммутацию. Значит, коммутацию обмоток непосредственно трансформатора. И у каждого канала здесь несколько реле установлено для каждого. Также есть предохранительная защита, обычные предохранители и предохранители самовосстанавливающиеся. Об этом я уже ранее говорил. Помимо силовой платы, здесь у нас имеется несколько плат. Вот таким вот образом они закреплены. Это плата коммутации. Именно потому, что данный блок питания может работать от разных питающих напряжений. Плата сетевого соединения. Также имеется лицевая вот эта передняя плата, которая самая большая. И на ней собрано все управление, вся логика источника питания. И блок на самом деле очень сложный по схемотехнике. Здесь замечу, что понятно, что есть куча всяких микросхем. Включая цифровые микросхемы, куча 817-х аптронов. Значит, сам источник, так давайте вот так поверну. Сам источник держится, то есть сердцем данного блока является вот этот STM-овский микроконтроллер STM32, то есть 32-битный. Это вот шлейф, идущий на дисплей. Ну и, пожалуй, это все, что я могу рассказать, потому что конструкцию данного источника я никогда не изучал. Да и, в принципе, в этом, я думаю, что нет необходимости. Это понадобится только при ремонте. Да, в принципе, это видео даже можно было и не снимать. Если бы я знал, что внутри ничего интересного не будет, то, наверное, не включил бы камеру, просто продул молча и засунул бы источник обратно трудиться дальше. Но что сделано, то сделано. Друзья, на этом у меня все. Не забываем оценить данное видео. Подписаться на мой инстаграм. И до новых встреч. Пока.